Уважаемый президент, уважаемые коллеги, наверное, наш доклад посвящен... Скорее всего, три-две технологии находятся посередине между роботическими, между роботами, так как и традиционной лапароскопией. Изначально желание подсмотреть, видеть, я думаю, для хирургов и урологов, в частности, она совершенно обоснована, особенно то, что касается лапароскопии. И наш соотечественник, профессор Лот, выполнил впервые лапароскопическую операцию. Далее, развитие, в общем-то, имело такой динамически быстрый на тот период временной оттенок, и ряд специалистов развивали технологию эндоскопического доступа. Здесь, на этом слайде, мы хотим сказать о том, что принципиально, наверное, для эндоскопии, для лапароскопии, именно Хопкинс сделал такой вот вклад в появление эндоскопических технологий в широком понимании, в широком распространении клинической практики, за счет создания линзовых технологий, за счет создания группы линз, и, в общем-то, и появилась сама эндоскопия. По поводу кредитных технологий лапароскопии, они появились совершенно относительно недавно, я думаю, что менее чем пять лет, и вот на этом видеослайде, в общем-то, представлены различные технологии, которые, в общем-то, используются на сегодняшний день в эндоскопической хирургии, в частности, в лапароскопической хирургии. Если обратить внимание на технологии, которые используют для 3D визуализации, вы видите, они, в общем-то, различные и только здесь представлены четырьмя основными технологическими решениями. Наиболее, наверное, с нашей позиции, наиболее продвинутой технологией мы считаем все-таки 3D HD технологию с флекс эндоскопом. Что это значит? Значит, торец лапароскопа, он изгибающийся и двигается в двух посластях, сверху вниз и слева направо, то есть это позволяет, в общем-то, заглянуть за угол объекта интересным, что, в общем-то, на сегодняшний день не обеспечивает робот. Да, на роботе можно менять оптику от 0, по-моему, 30 и там далее градусные решения, но посмотреть за угол, в общем-то, не представляется возможным. Здесь также представлена линзовая технология, которая одна из первых, в общем-то, и я думаю, что одна из первых компаний, компания Карл Шторс, которая представила 3D технологию, это линзовая технология, вот она предпоследняя в этом слайде, и называется две линзы изображения синхронизированы с поляризующими очками, то есть фактически использовалась хопкинская оптика и две матрицы в камере располагались на окуляре, но поворот вот этой оптики вызывает упадение и потери светопотока, потери изображения, и, в конечном итоге, потери разрешения визуализации. Трехчиповая матрица также, в общем-то, интересное решение, однако массивность головки видеокамеры, в общем-то, она, так как убивающая технологию, потому что первое поколение, в частности, видеосистемный склад Бибраун, первое поколение головки видеокамеры, она весит килограмм-сто грамм, и, вы представляете, для того, чтобы удерживать эту головку, требуется специальное, в общем-то, поддерживающее устройство. Ну, там есть решения, но я не считаю, что они настолько, так сказать, комфортно и оперативно позволяют решать эту проблему, как визуализация во время каких-то экстренных ситуаций, во время аппараскопического вмешательства. Итак, компания CarStorz на сегодняшний день выпустила уже второе поколение видеосистем, которые работают с 3D-изображением. Видеосистема, естественно, второго поколения в разы лучше, потому что первое поколение работало не в HD-разрешении, и лично в нашей клинике при появлении вот этой видеосистемы первого поколения, компании CarStorz, в общем-то, вызвало такое глубокое недоумение, для чего вообще это всё было сделано, потому что фактически задний план изображения на этой видеосистеме не был виден. Вторая проблема, которой мы столкнулись с лапароскопической стойкой, в частности, этой компании, то, чтобы мы не могли подключить к ней никакое другое оборудование, никакой другой эндоскоп, кроме 3D-лапароскопа. На сегодняшний день проблема у компании CarStorz решена, и они работают в режиме 3D, и есть возможность поселения дополнительной головки, соответственно, дополнительной эндоскопы. Следующая система, которую мы, в общем-то, обробили в нашей клинике, это система S-Cloud-B-Brown, название такое колоссальное, пандементальное, называется Neuenstein. Действительно, если взять среди, сравнить все три видеосистемы, по всей виду, ну, это моё личное мнение, мнение моих коллег, скорее всего, это одно из самых худших видеоизображений, которое в режиме 3D представлено на сегодняшнем медицинском рынке. Однако, возможность, опять же, подключения другого эндоскопа, допустим, мы периодически используем и уротероскоп во время операции, то есть вынужденность гибкий и полурегидный, ну, компания S-Cloud-B-Brown, в общем-то, не позволяет, точнее, эта видеосистема не позволяет подключить дополнительную головку видеокамеры. Плюс, естественно, то, о чём я говорил, первое поколение головки видеокамеры весило килограмм-сто грамм. Используются различные поддерживающие устройства. Ну, в общем-то, наверное, самое удачное не то, которое представлено здесь. С правой стороны стойки, вот эта поддерживающая рука, она электрифицирована, работает от пульта, но движения настолько замедленные, и для фокусировки, оперативной фокусировки практически невозможно. Да, на сегодняшний день компания заявила о том, что выпустила ещё одну головку видеокамеру, она тоже выступила с Инстаграма, но мы её не проверим, поэтому я что-то такого, мягко сказать, не могу. По поводу DaVinci, Евгений Бадж, здесь, в общем-то, всё рассказал, и у нас, в общем-то, нет опыта, работаем на DaVinci, у меня лично нет опыта, но прежде всего, мы считаем, что в эндовидеохирургии мы всё-таки оперируем от глаза, и прежде всего, конечно, 3D-визуализация. Да, лапароскопическая стойка в режиме 3D с разрешением HD позволяет визуализировать не хуже, чем робот, а то и лучше за счёт того, что, в общем-то, изображение несколько по-другому формируется, то есть технология получения видеоизображения несколько другая, чем робот. Но подвижность инструментов, которая на сегодняшний день, мобильность инструментов, которая на сегодняшний день присутствует у робота, это, конечно, даёт ему неизгладимые, если бы не так говорить, неоспоримые преимущества. Но, однако, у меня есть свой вопрос и свои претензии к роботу. Калибр манипуляторов, который, в общем-то, минимум это 10 миллиметров, и тут нужно понимать, что конфликт инструментов, он, в общем-то, тоже не последний вопрос для видеохирургии. Ну, в общем-то, та система, на которой мы на сегодняшний день работаем, это система EXERA 3, это 3D-система, ну, в общем-то, моё личное мнение, мнение моих коллег, это наиболее универсальная видеосистема, которая, в общем-то, существует на медицинском рынке. Это система, можно так сказать, урологическая. Почему? Потому что система Olympus построена таким образом, что она апгредируется. То есть, изначально вы можете приобрести видеооборудование, которое работает в 2D, которое совершенно спокойно работает с любым гастроскопом, колоноскопом, видеотерореноскопом гибким, с различными камерами. То есть, вы с этой стойки можете выполнить любую урологическую вмешательство, но по мере, в общем-то, появления денег докупается ещё одна видеосистема, и блок-сведение, и видеопароскоп 3D. Дальше, в общем-то, мы получаем 3D-систему, в общем-то, апароскопическую стойку с 3D-визуализацией. Опять же, очень интересный девайс, который в этой системе представлен, то, что мы можем на экран вывести в режиме картинки-картинку, одновременно выведение изображения как с фапороскопа, так и с фапоро-терореноскопа, либо с цистоскопа, ну, любой модификации, естественно, только этой кампании. Один, я считаю, что, в общем-то, колоссальный недостаток этой системы нужно уметь управлять, потому что вот эта гибкая часть при малейшем контакте с инструментами уводит изображение влево, вправо, вверх, вниз, поэтому требование к камерамену, к ассистентам, оно становится в разы выше, чем при работе с ригидной оптикой. И, в общем-то, то есть, мы вот назвали эту проблему как нежная гибкая часть, вот за счет именно такой лобильности при контакте изображение начинает буквально летать по монитору. И, конечно, проблема приводов, как и любой другой гибкого энтоскопа. То есть, при ненадлежащем или неумелом обращении, будем так говорить, с приводами, происходит обрыв этих приводов. Ремонт этого видеопароскопа при стоимости порядка 2-2,5 миллиона, я точно ни конца не знаю. Ремонт, в общем, колоссальный на сегодняшний день, и, я думаю, не так она, как сказать, не так говорить, вседоступна. Ну, вот преимущества мы здесь покажем. Видите, торец видеопароскопа, в общем-то, изгибается в различных направлениях. То есть, есть возможность буквально посмотреть за губ. Ну, хоть и доклад посвящен радикальной простатоктомии, с использованием 3D-технологии. Конечно, жаль, что нет монитора. Изображение фантастическое. Действительно, допустим, при радикальной нефректомии, либо при аутотрансплантации почки, при заборе почки, конечно, есть возможность буквально задлянуть за артерию. Насколько вы мобилизовали артерию, вену, ни одна из видеосистем в сегодняшний день вот этот нюанс для уролога не обеспечен. Углы обзора, видите, здесь еще раз демонстрируем, то, что телескоп, какой был он оптический, с каким был он оптическим углом, 0, 30, 45 или 120, он никогда вам не обеспечит ту реализацию, будем так говорить, хирургического, зоны хирургического интереса, как лапароскоп с меняющимся торцом. Вот на примере осмотра кубика робика видно, что, смотрите, первый видеоряд это оптика 0, второй видеоряд оптика 30 и посмотрите, как работает flex-type. Да, у всех вот этих, будем так говорить, 3D-видеосистем изображения на сегодняшний день практически одинаковые, но все-таки за счет возможности использования гибкого лапароскопа вот эти преимущества 3D-визуализации, скорее всего, они наиболее ярко выражены, почему-то видео не идет. Вот так вот, конечно, затемнение и совсем тут видите, такой газмяс, да, и темно, хотя здесь на мониторах получше видно, но вот изначально, когда мы первый раз попробовали использовать 3D-видеосистему здесь на первом части видеофрагмента 3D-каршторс, практически не виден задний план, то есть вот такая размазанность заднего плана не позволяет, будем так говорить, свободно себя чувствовать на этапах мобилизации, поэтому первое желание, и я буквально представитель компании «Каршторс» позвонил, и вообще для чего это надо, но эту систему, 3D-систему «Каршторс», которая работала не в HD-качестве, а в качестве PAL, мы ее поставили в угол, буквально после первого того вмешательства больше не использовали. Когда у нас появился видеосистема «Браун», видите, здесь уже качество визуализации, буквально картинка, даже, пускай не с таким разрешением, буквально картинка стала светлее, то есть видеоизображение стало светлее, и момент мобилизации, момент диссекции в данной ситуации, в общем-то, мы пересекаем «Дарзайн» комплекс вегированный, мобилизуем уретру, тут, в общем-то, в разы изображение стало понятнее, и сама операция становится более понятной. Выделение семенных пузырьков, также этап очень такой, не так говорить, волнительный, да, и стараешься максимально сохранить сосудистонервные пучки, особенно при неразберегающих операциях, но вот именно разрешение, не HD-разрешение, несмотря на 3D-визуализацию, не позволяет должным образом визуализировать все-таки HD-разрешение, наиболее, будем так говорить, качественное на сочетании с HD и с 3D-технологиями. На сегодняшний день появилось следующее поколение, поколение 4K, 4K, но 4K и HD пока не будет, и оно демонстировано, что появится в 2018 году. Само изображение 4K, оно в разы лучше, чем изображение HD, но буквально недавно мы разговаривали с профессором к разному, и я спрашивал ваше мнение 4K, ваше предпочтение 3D-HD либо 4K пока 2D. Он сказал, что 3D-HD наиболее удобно для выполнения особенно радикальной простаты и для выполнения осталось. Ну и преимущества в общем-то отражены на этом слайде, я думаю, что смысл повторять нет. Спасибо за внимание. Спасибо.